Мы с вами теория возмущений рассматриваем нестационарный случай и получили выражение для коэффициента разложения вашей временной волновой функции по базе своего исходного состояния. Соответственно, коэффициент разложения является предудой вероятности для переходов. Изначальное состояние входит конечное. Давайте эту формулу восстановлю тогда. Мы получили вот такое выражение. Соответственно, квадрат модуля является вероятностью перехода из этого состояния вката. Продолжение следует... Это общая формула. Мы закончили на том, что сказали, что давайте в дальнейшем сделаем анализ этой формулы в нескольких конкретных случаях, когда возмущение медленно включается, когда возмущение быстро включается и так далее. Переходя к этому анализу, первый шаг, который мы хотим сделать, давайте вышлим интеграл. По частям эту вещь проинтегрируем, посмотрим, что у нас получится. Здесь идет речь о том, что я хочу показать, что переходы, они на самом деле вызываются переменной частью этого возмущения. Мы сейчас, взяв по частям интеграл, разделим вклад переменной, постоянной составляющей оператора возмущения, и видим, что переходы из одного состояния в другое, они связаны именно с тем, что возмущение меняется во времени. Когда оно перестает меняться, прекращаются переходы, хотя само возмущение продолжает действовать. Давайте запишем тогда. Если я хочу по частям проинтегрировать, у меня будет вот такое выражение. Ну да, лямбда здесь, если она была, давайте уже положим лямбда равна единице, дальше она нам не требуется. Она была нужна, пока мы вот в порядке, какие-то операторы возмещения учитывали. Когда мы формулу получили готовую, дальше с ней мы уже работаем, но нет смысла ее сохранять. Что дальше? Деление на наш, спасибо. Да, и соответственно, вот оно здесь будет стоять. Хорошо, давайте сотрем тогда сразу, сократив. Таким вот образом, да? Дальше у нас будет... Да, но там еще надо будет зайти в аккаунт. Ладно, тогда чуть позже. Спасибо. Или вот тест хотите очень сильно? Можно попадаться параллельно еще это сделать, поскольку время потрачено уже. Не надо. А что сложно? А давно? С начала сентября тогда? Вот мы такой интеграл посчитали. И... Да, но здесь вот я должен был что сделать? Я уже подставил... В наше предположение было, что возмущение включается при t равно нулю, да? Поэтому на нижнем пределе там ноль, на верхнем пределе просто t без штриха. Я вот эти пределы сюда подставил. Вот. Ну и далее давайте тогда... Что мы скажем? Потому что если у вас возмущение v от t равно нулю, при t больше какого-то вот значения, да? То есть возмущение вот выключилось. Оно включилось. Ну что вы придираетесь? Где кривая палочка у вас? Вот это, это. Где кривая палочка? Это крышечка. Так. Вот возмущение. То есть мы предполагаем, что оно включилось при t равно нулю и выключилось при t, ну при t большое, да? Допустим, такой случай рассмотрим. Тогда у нас очевидно, что первое слагаемое обнуляется, остается второй член, да? И вот вероятность перехода запишется вот таким вот образом. То есть за весь, все действие, ну какой-то импульс у вас, какое-то импульсное воздействие прошло. Оно вот, импульс начался, импульс закончился. С какой вероятностью после окончания импульса мы обнаружим систему в состоянии уже не там исходного, в состоянии катом. Вот она дается такой вот формулой. То есть я хочу еще раз здесь подчеркнуть, что вот изменение, именно, да, изменение возмущения, вот это вот, это то, что определяет переходы. Как вы видите, вот когда меняется у вас величина воздействия, тогда переходы происходят. Когда воздействие перестало меняться, переходы прекращаются. Если возмущение, вот если это условие, если оно не такое, да, а если V от T какое-то постоянное становится, при T больше, чем T большое. То есть оно, не было никакого воздействия, воздействие какое-то включилось, вот поле включили просто плавно и все, и перестали менять его, да, оставили включенным. Изменится ли ответ в этом случае? То есть, ну вот, казалось бы, да, то есть здесь возникает этот член, вот, да, с T большим, стоящим вот здесь. Ну вот, ну давайте, давайте я его прям, не знаю, так и запишу, что ли. Ну давайте посмотрим на это слагаемое, на самом деле, отдельно, да, вот мне хочется тогда этот момент, ну он такой немножко тонкий, да, первоначально, но там есть задание, задание, есть задача, где эта вещь, она сыграет. То есть вот эта слагаемая появляется, и нужно показать, что на самом деле оно не влияет на ответ никак. То есть этот член, он не определяет вероятность перехода. Вот почему он не определяет вероятность перехода, может быть, кто-то, кто-то скажет. То есть на самом деле ответ не изменится. Если возмущение не выключилось просто, а какое-то стало постоянно действующим, да, ответ у вас не поменяется, то есть это первый член его рассматривать, а у вас предыдущие формулы. Все о том, что можно его здесь стереть под модулем. То есть формально вот так, но на самом деле, вот я хочу сейчас, чтобы как бы на это обратили внимание, зафиксировали, что эта вещь, она не определяет вероятность перехода. То есть его надо сейчас стереть будет здесь. Почему? Идея достаточно простая, но ее надо как-то прочувствовать. Давайте вот сравним с формулой для поправки к волновой функции первого порядка стационарной теории возмущения. То, что мы получали на предыдущей лекции. Похоже на вот эту формулу. Ну, тут чуть-чуть обозначения только мы другие, да, здесь сделали. Мы писали вот так. Псиката нулевое. В. Пси-НТ нулевое. Ну, у нас было М, да. А мы здесь, наверное, К поставим. С учетом того, что вот есть вот эти множители, но это возникает из-за временной эволюции вот этих состояний. Поскольку мы их не учитывали, мы брали при Т равно нулю эти выражения. Да, если мы возьмем какое-то Т вот ненулевое, то возникают вот такие вот две экспоненты. Они связаны с тем, что волновая функция катого состояния, она вот так вот во времени эволюционирует. То есть то, что я хочу сказать, что этот член, да, это на самом деле просто поправка к волновой функции, вызванная постоянной частью возмущения. Вот когда оно перестало меняться, вот этот вот В0, да, здесь вот стоит, все равно вот включилось, и все, вышло на какую-то постоянную величину. Первый член, который здесь стоит, это не амплитуда вероятности перехода, это просто поправка к волновой функции, вызванная тем, что у вас конечное состояние, они теперь неортогональны начальным, да. То есть у вас вот состояние К и Н, они состояние К в конце, они ортогональны к состоянию Н в начале. Исходный набор уровней, он друг другу ортогональны, состояние К, ортогональны Н, состояние с разными энергиями, да. Вот, но в конце уже, когда у вас возмущение, вот это В0 действует, у вас весь набор конечного состояния, он уже другой. У них есть какая-то поправка к ним, которая возникает под действием постоянной части возмущения. И поэтому уже это К и состояние, оно оказывается, К и состояние в конце не совпадает с К и состоянием в начале, и уже не является ортогональным Н в состоянии. И вот этот член как раз, это просто поправка к волновой функции, вызванная тем, что само К и состояние изменилось под действием постоянной части возмущения. Но это не вероятность перехода. Но это значит, что вот когда мы говорим про этот коэффициент, да, комплименты вероятности, то есть мы говорим, что это у нас волновая функция, это коэффициент разложения волновой функции в момент времени t по исходному базису, по базису в момент времени t равен нулю. И, соответственно, мы говорим, что, ну, значит, квадрат модуля этого коэффициента — это вероятность перехода. Тр, с которым мы обнаружим систему в состоянии ката. Ну, так вот, вопрос только в том, что если возмущение, оно не выключилось, как здесь, если оно вот как-то включилось, там что-то менялось, менялось, потом вышло на постоянную просто вот величину, то вот конечные состояния, они все уже как бы, они изменены по сравнению с начальным. Теперь, то есть, да, есть уже, есть уже, есть уже у конечного состояния ката, мы хотим посчитать вероятность перехода в него. У него уже есть какая-то составляющая неортогональная исходному состоянию. То есть даже если бы ничего не менялось, возмущение бы как бы вот на систему саму бы вот, то есть вот без переходов как бы даже, да, уже просто мы могли бы вот с какой-то вероятностью обнаружить в катом состоянии, просто потому что они неортогональны стали, не взаимоисключающие стали теперь, как бы, да, события. А нам нужно именно то, что связано с переходами. Поэтому вот мы должны оставить здесь второй член. Давайте, не знаю, зачеркну как-то или сотру, да, то есть это вот не определяет вероятность перехода. Обязано убрать, да, то есть это связано с тем, что у вас, мы же хотим переход в конечное ката состояние, то есть не в то ката состояние, которое было в начале, оно уже не будет со старым состоянием, когда у вас есть V0. То есть когда V0 действует, то у вас ката состояние, оно уже само по всей изменится. И мы ищем вероятность перехода в это вот измененное состояние под действием вот этого постоянной части возмущения. То есть сам вот этот слой, он нулю не равен? Он нулю не равен, но он написывает просто то, что у нас само като состояние изменилось. Под действием постоянной части возмущения. Нам это не интересует, это не вероятность перехода. Нас интересуют именно переходы. Поэтому мы его стираем. И у нас остается формула ровно та же самая, которая была для случая, когда возмущение выключается. То есть вот такая. Независимо от того, выключилось ли оно совсем, или оно вышло на постоянную какую-то составляющую, у вас переходы определяются вот такой формулой. Еще раз подчеркну, что, собственно, отсюда мы видим, что именно вот это изменение возмущения, именно оно отвечает за переходы. Так, хорошо. Мы раскладываем волновую функцию ментеремния Т по начальному базису. А перейти там, вероятность перехода мы хотим посмотреть уже в состоянии измененные, то есть у нас базис изменился. Мы по начальному раскладываем, а надо по конечному раскладывать. Это член как раз олицетает собой вот это, да? Отличие начальной базисы от конечного. То есть мы разложили по невозмещенному базису. Но когда мы говорим, что мы хотим переход в катосостояние посмотреть, нас интересует то катосостояние, которое будет уже вот при Т больше, чем Т большое. Ну, когда мы говорим, что мы из этого в катосостояние перешли, конечно, мы рассматриваем катосостояние, которое уже в тот момент, как мы смотрим, раз переходы при Т больше, чем Т большое. Нас интересуют состояния те, которые имеют место при Т больше, чем Т большое. Социальное состояние после того, как возмущение вышло на какое-то значение постоянное. Эти состояния, они отличаются от исходных состояний. То есть катосостояние вот при Т больше, чем Т большое, это не то же самое, что катосостояние при Т на нулю. И вот это член написано, что само катосостояние изменилось. Но не вероятность перехода. Но n, t тоже изменилось, да? Все эти вещи мы должны как бы отдельно от них отойти, именно переходы посмотреть. Я надеюсь, что это понятно. Если не понятно, рекомендую еще раз помедитировать над этой формулой. Ну, просто так собраться с мыслями, я думаю, что как бы оно должно зайти со временем. Есть в задании одна задачка такая, тоже можно просто там на примере конкретно посмотреть. Давайте двигаться дальше. Ну, тогда мы понимаем, что вот это слагаем. Ну, давайте даже я вот вернусь теперь к этой формуле. Вот что будет, если возмущение включается очень медленно? Что такое, во-первых, очень медленно, да? Какое здесь есть характерное время у системы? Характерное время, ну, это вот время, период этой вот экспоненты. Вот пусть у нас возмущение меняется, вот этот множитель меняется существенно медленнее, чем период этой экспоненты. Что тогда будет? Это так называемое диабетическое возмущение. Давайте я это поуничтожаю. Один из случаев, который мы хотим специально рассмотреть, потому что где-то такое может к задаче приключиться. Если вы видите, что критерий диабетичности выполнен, то вы сможете какой-то результат использовать, который мы сейчас должны обсудить и получить. То есть возмущение меняется во времени, за времена значительно больше, чем характерное время эволюции системы, которая определяется вот периодом этой экспоненты. То есть еще раз, да? Ну, давайте, не знаю, вот это тау, характерное время. Время, не знаю, включение или изменение, да, изменение, возмущение. Вот пусть это тау, оно значительно больше, чем, ну, давайте так вот, да, 2π h ек т минус ен т. Ну, мы тут, понятно, какая разная есть, будет, вот эти вот величины, они могут быть тоже разные для разных уровней, но мы берем характерное значение, да, и значок много больше, поэтому, ну, просто вот пусть оно на порядок больше, на несколько порядков больше, чем вот эта вот величина. Можно ли как-то упросить вот это выражение тогда? То есть за один период вот этой экспоненты у вас возмущение практически измениться не успевает. Что вы можете сказать тогда? То есть вы тогда можете, как бы, экспоненту по периоду усреднить, да? Стерять значение такой экспонент по периоду, чему равно? Ну, чему равно среднее значение вот этой экспоненты на периоде? Это там косинус аргумента плюс i на синус аргумента, да? Так, косинус омега t плюс i на синус омега t. Чем равно среднее? Ну, ну, нулю. То есть это как бы, ну, положительный, отрицательный полуволны, они друг друга убивают просто, да? Если на положительный, отрицательный полуволны значение этого множества одинаковое, оно меняется очень медленно, то у вас просто интеграл обнуляется за счет того, что вот эту функцию интегрируете просто, да? Ну вот, поэтому при адиоботическом возмущении у вас верность перехода стремится к нулю. То есть если у вас возмущение очень плавно так включается, да, то вы практически переходов иметь не будете. Ну, что опять же коррелирует с этим выражением, да? Если производная маленькая, то вот эта штука и будет иметь место. То есть еще раз, да, если вы включаете вот возмущение очень медленно, пусть даже в конце оно вот достигнет того же самого значения, которое бы и при быстром включении было, у вас перехода практически не будет. Просто система, она все время остается в исходном состоянии, само состояние эволюционирует, потому что меняется возмущение, но перехода не происходит. Вот так вы очень плавно и нежно переводите, как бы, систему с галлютяном H0, система с галлютяном H0 плюс V0. При этом она все время сидит в социальном состоянии, да? Если вы так тряханули очень сильно, тогда вот происходят переходы. Вот давайте как раз противоположный предельный случай, когда я вот, не знаю, случай один, случай второй, да? Внезапные возмущения. Ну, противоположный предельный случай, когда Тау много меньше, чем 2PH ЕКТ минус ЕНТ. Да. Это не Г, это двойка. Внезапные возмущения. Внезапные. То есть очень быстро, да? Очень быстро включается возмущение. Так быстро, что у вас, ну вот, практически не меняется вот экспонента здесь, да? Давайте на эту формулу посмотрим. То есть вот возмущение переходит из нулевого, вот, значения V0 за время T большое, которое на самом деле, хоть оно и обозначено T большое, оно намного меньше, чем период этой экспонента. Тогда мы экспонентом можем просто на единичку заменить. И легко эта стакан после этого интегрируется. Получаем вот такое выражение. Я надеюсь, понятно, как оно получилось. Но вот у нас еще есть та формула или тот способ вычтения вероятности перехода для внезапных возмущений, которые вы использовали в прошлом семестре. Там, помните, у вас была, скажем, дельта яма, которая внезапно, у нее параметр КП0 в КП1 превращался. Как вы считали вероятность перехода? Как? Да, то есть у вас еще было вот такое вот выражение. Вот они как эти формулы, они совпадают, не совпадают? То есть у нас раньше мы бы сказали, что если очень быстрое возмущение, то есть если гаммельтония меняется очень быстро, из какого-то H0 переходит гаммельтониян с системой, с гаммельтонияном H0 плюс V0, то вот мы вот таким способом вычтениям вероятность перехода, где псиката — это собственная функция вот этого гаммельтонияна. Да, потому что мы все хотим. Нам известно, что в начале момента времени возмущение равнялось с нулю, а в конце стало V0. А вот как оно менялось, вот от V0, от 0 до V0? Ну, нам не дано, мы не хотим как бы это учитывать. Мы говорим просто, что это очень быстро произошло, да? Но она могла там очень быстро, условно говоря, вот так включилась, да? Это я так условно рисую, потому что это операторы, как операторы не нарисуешь на графике. Может, оно вот так включалось, я не знаю. Может, как-нибудь еще, да? То есть важно, что у нас эта точка есть и вот эта точка есть. Они вот зафиксированы. И вот это время включения, да, но Тау, которое вот много меньше, чем 2 pH на ΔE, да? Тут неважно, как оно включается, но может так вот или, значит, там как-то будет. Да, поэтому, когда мы эту формулу берем, тут... Ну, вот эту формулу берем. Потому что с ней хороший ответ получается. Нет, потому что мы, например, не начали, что не основывая, что лучше эту формулу, которая она берет. Ну, тогда вам надо интеграл здесь считать, да? Тогда вам нужна зависимость от Т в явном виде. Вы будете считать интеграл. Нет, а как-то мы можем брать эту формулу, если эта формулу работает, когда у нас ВАТ на 2? Ну, мы это вот вы вопрос предыдущий задавали, что она... Как раз долго обсуждали, что она работает, и когда не 0. Потому что тот второй член, который мы выбросили, он... Он не относится к переходам, этот член, да? Он определяет то, что у вас байс поменялся. Поэтому... А эта формула работает, и когда... Когда В0 тоже. Это мы обсудили, что... Нам в итоге не важно, здесь будет 0 в конце или В0. Она работает в обоих случаях. То есть в нашем интернете мы выходим бы на В0 и... Да, и к тому, что я вам говорю, что все равно как вы на В0 вышли. Вот как вы включали его. Так вот включили, как не так включили. И так вам важно только, что вы включили его из 0 до В0. и за время, которое много меньше, чем вот эта разница... 2 pH на разницу энергии. Все. Так вот, вопрос тогда теперь. Вот эти две формулы как-то вообще другом корреспондируются, относятся или нет? Или вообще-то какие-то разные цветы получили? По идее, у них должна быть область совместной применимости. То есть для этой формулы важно, чтобы возмущение включалось быстро. Для этой формулы важно, ну тоже, чтобы оно быстро включалось, при этом, чтобы еще возмущение было слабенькое. Потому что все-таки эти формулы, которые мы пишем, это первый порядок теории возмущения. Предполагается, что возмущение достаточно мало. Поэтому если у нас здесь тоже считать, что здесь вот этот вот... Ну как, вот этот В0 добавка, она малая, то по идее, эти две формулы должны давать одинаковый ответ. Либо мы получаем какое-то противоречие, надо с ними будет разбираться. Вот давайте проверим тогда, совпадают они или нет. Вот сейчас наша задача проверить, что эти две вещи дают одинаковое выражение, в том случае, когда ОВИА неприменимы. Когда и возмущение быстро включается, и это возмущение еще и маленькое. Давайте проверять. Ну, то есть, что мы хотим сделать? Нам нужно фактически взять, посчитать матричный элемент вот такой. Давайте посчитаем матричный элемент. Как он считается? То есть, в теории возмущения мы берем матричный элемент от оператора возмущения по невозмущенным состояниям. То есть, это энтой, это псикатая с нулем. Я вопрос не понял. В0, ну, В0, да, да, В0. Если вы про это вопрос, то В0 должен здесь стоять. Теперь, что я сделаю? С точностью до членов следующего порядка малости. То есть, уже вот эта штука, ну, тут как раз можно, наверное, и лямбда писать. Да, вот я давайте напишу лямбда. Вот эта функция, псикатая нулевая, отличается от псикатая без нолика, да, на величину тоже порядка лямбда. То есть, я могу написать вот так вот, наверное, да, здесь. Псикатая. Как вот, давайте так. Псикатая. Плюс, минус точнее, да, минус. Псикатая первая, да, на лямбда. h минус h ноль. То есть, я хочу здесь показать, что я могу заменить псикатая нулевое, то есть, невозмущенное как-то состояние, да, на состояние, которое уже будет собственным при наличии возмущения, в случае до члена порядка лямбда в квадрате. То есть, это отличие будет уже второго порядка по лямбда, поэтому я хочу вот здесь стереть и не учитывать. У меня вот эта величина, она должна быть, ну, то есть, я точно до первого порядка по лямбда хочу посчитать, поэтому вот отличие здесь псикатая нулевое от псикатая без нолика, от вот этого вектора, оно начнет второго порядка. Я его отбросил, хочу отбросить. Сейчас будет понятно, зачем я все это делаю, все это странное. Странное действие такое. Теперь я, заменив псикатая нулевое на псикатая, я получил что? Что пси-энтая нулевое — это собственный вектор вот этого оператора, а псикатая — собственный вектор вот этого оператора. Да, то есть, вот, псикатая нулевое не является, собственно, вектором H, он является, собственно, вектором H0. А вот псикатая является, собственно, вектором H. Тогда действие оператором H0 на это состояние я что должен получить? Давайте как-то вот я... То есть, я подействовал H0 на пси-энтая, я получаю... Давайте вот так я напишу. Псикатая. H0 на пси-энтая нулевое — это ентая нулевое. На пси-катая нулевое. Это второй член. А первый член получается... Теперь я пользуюсь эрмитовостью оператора H0 действиями на H0 катая. Получаю Екатая. Вот так вот. Да. Ну, опять же, наверное, понимаете, зачем я это делаю. Я хочу сравнить два выражения. У меня здесь есть разница энергии. Хотя пытаюсь какую-то родить разницу энергии тоже. Таким вот способом. Какая у меня разница получилась? Тогда лямбда, пси-катая, пси-энтая, Ек минус Ен. Вот так. Получилось то же самое, что там, или нет? Нет. То есть там, да, вот нету, там есть нолик вот здесь, а здесь у меня у нас нету нолика, да? Что делать? То есть, да, отличие Екатая без нолика от Екатая с ноликом, оно тоже порядка лямбда, да? Это тоже величина, которую мы с этой точностью можем ей пренебречь. Давайте это напишу. То есть это у нас получается Ек нулевое плюс лямбда на Ек первое минус Ен нулевое. Отбрасывая члены порядка лямбда в квадрате, я получаю Пси-к, Пси-ен нулевое, да, и здесь Ек нулевое минус Ен нулевое. Ну вот, а это уже совпадает. Вот теперь я вот сокращаю на эту вот разницу энергии в квадрате, получается ровно то же самое, что здесь. То есть да, мы показали, что эти две формулы, они дают один и тот же ответ, но в той области, разумеется, где они обе применимы. То есть помимо того, что возмущение должно быстро включаться, еще и это возмущение должно быть слабеньким, да, тогда они должны совпадать с результатом. То, что оно слабенькое, собственно, вы видели, как мы это использовали, да. Вот мы два раза здесь вот провели вот это отбрасывание членов порядка лямбда в квадрате. Это можно сделать, если возмущение мало. Хорошо, то есть с этим мы более-менее разобрались, я надеюсь. Двигаемся дальше. У нас очень важный случай, который мы должны рассмотреть. Это возмущение, которые, переходы, которые происходят под действием либо постоянного возмущения, либо периодического. На самом деле это два, там, ну, кейса, которые очень близки друг к другу, потому что постоянное, как периодическое, с омега равенную нулю вы можете рассмотреть. Вот давайте эту вещь рассмотрим. Здесь тоже есть некие тонкие моменты. То есть аккуратно нужно будет пройти, сделать по выводу, да. Ну, давайте это сделаем не спеша. Просто пусть у вас вот возмущение, но... Тут еще надо поставить такой заголовочек «Золотое правило фирми». «Золотое правило» — оно в кавычках иногда берется. Но можно и без кавычек. Вы очень вежливо, конечно. Мой почерк оценили, я так понимаю, да? Переходы под действием постоянного возмущения. Точка. Кавычка открывается. «Золотое правило» — «Золотое правило» — кавычка закрывается фирми. Хорошо. Ладно, ну я... Да. Мелко еще такой писать мне неудобно. Давайте... Что тогда мы сделаем? Вот пусть у нас вот есть просто этот V0, да? V от T равняется V0. То есть тут мы когда-то до этого мы говорили, что вот-вот... И ходы определяются перемены части возмущения. Мы говорили про состояние с разными энергиями. Сейчас будем говорить про состояние с одной и той же энергией, поэтому здесь нет противоречия. Вот что нам даст наша формула? Вот я тут умудрился ее не стереть даже в какой-то веке. Вот она. Если возмущение у нас... ...постоянное. Ну просто вы фактически экспоненту интегрируете, да? Давайте сразу... Вот в момент времени T большое у нас получается минус EH в нулевое экспонента и ЕКТ минус ЕНТ от T большого на H минус единица на ЕКТ нулевое минус ЕНТ нулевое на EH, да? Что? Матриш-лимент, спасибо. Да, не написал. Матриш-лимент оператора В0. Вот получается такая вещь. Теперь мы должны взять ее по модулю в квадрате для того, чтобы получить вероятность перехода за время T большого. Что у нас получается здесь? Ну давайте я пишу тогда В0 К это НТ в квадрате ЕКТ минус ЕНТ и вот этот вот экспоненту минус 1 надо по модулю взять. Чего у нас получится хорошего тогда? Давайте я напишу, наверное. В принципе, тут несложно сообразить, но пусть оно будет все-таки последовательно. Что нам сделать вот с таким вот модулем вот этой разности можно? Чистые гонометрии, в общем, я на это намекаю. Я могу что сделать? Я могу вынести Е и ЕКТ минус ЕНТ на Т на 2H тогда в скобочках остается Е и ЕКТ нулевое минус ЕНТ нулевое на Т на 2H и минус то же самое с обратным вот так Зачем я это сделал? Просто даже время потянуть до конца лекции То есть понятно, что под модулем эта штука у нее модуль единицы это экспонент, ее можно просто будет сейчас стереть она никак не повлияет А вот эта разница Это что там? 4 синус квадрат получается, да? После уже вот этой операции мы пошли начнутся на 2H то да Что-то вот такое получается. Давайте я что хочу сделать, я хочу, ну, наверное, график нарисовать этой функции, получится у меня это нарисовать, то есть идет речь о чем, что n-то состояние начальное, k-то конечное, вот у меня хочется посмотреть какая-то вероятность определяется, зависит от энергии конечного состояния, могу я это нарисовать? Каким-то простым способом, то есть мне понятно, что этот коэффициент не принципиален, я именно хочу отличия посмотреть. Давайте попробуем это сделать. То есть на какую функцию будет похоже? Будет похоже на функцию синус квадрат x делить на x квадрате, да? Вот такого вида функции я хочу нарисовать, да? Для того, чтобы ее привести к такому виду, что мне здесь нужно еще будет сделать? Давайте я как-то попробую записать. синус квадрат екат минус ент на 2h на t, да, тогда у меня здесь получается... 4, здесь я пишу t квадрат, h квадрате в знаменателе, да? И матричный элемент. Потом напишу покрупнее. То есть вот важно, чтобы функция такого вида у меня получается, да? Я хочу ее... Давайте нарисуем картинку. Ну, то есть фактически я должен нарисовать ее как функцию... Ну, давайте вот как разницу этой энергии. То есть мне интересует вероятность как функция от энергии екатой. То есть как у меня зависит вероятность перехода от величины энергии состояния, перехода, который мы рассматриваем. Поскольку там стоит разность, конечно, то нагляднее будет сразу эту разность. Здесь выписывать. Да, понятно. Пишу покрупнее. Екат минус ент. Давайте рисовать картинку. Чему вот эта вот вещь, кроме скобочки, чему она равна, когда екат равно ен? То есть когда разница равна нулю? Синус квадрат х делить на х квадрате в нуле? Один, да? Единичка. В данном случае не единичка, в данном случае будет в ката нтт в квадрате на х квадрате, но это неважно. Когда у нее первое обращение в ноль будет? Здесь аргумент синуса будет равен чему? Точке π, да, оно должно обратиться в ноль? То есть вот когда аргумент равен π, чтобы аргумент был равен π, у нас вот эта разница должна быть 2πh делить на t. Давайте я вот такую точку здесь нарисую. 2πh делить на t большое, ну дальше будет 4πh на t большое, 6πh на t большое и так далее. Да, здесь также симметрично давайте это обозначим. То есть вот у нас есть точка здесь, здесь есть нули. Вот тут как, по 7 точкам умеете кривую проводить? У меня аж прогалка есть, а у вас нету. Значит построите график. Вот у вас 7 экспериментальных точек. Отлично. Здесь я ровно сделал. Значит такой вот, такая штуковина, она, ну понятно, да, то есть переходы, переходы, да, они, вероятно всего, происходят, ну, когда энергия не меняется, да. Это если t конечная. Когда t конечная, понятно, что есть включение, есть выключение, да, то есть, поэтому опять же нет противоречия. У вас есть переходы, да, в состоянии с другими энергиями. Но если вы t увеличиваете, у вас как бы, тогда уже что будет происходить? То есть если мы теперь это t, время, когда, время действия возмущения, стремим к бесконечности, как вот эта вот штука будет эволюционировать? Что будет с графиком происходить? Вот, то есть здесь, ну понятно, это растет как t в квадрате, вот этот печок, да. Ширина у него уменьшается. А вот эти вот максимумы локальные, что с ними происходит? Тоже растут? Такая гребенка с дельта функцией будет, нет? Ну, то есть условно говоря, там что, синус квадрат x на x квадрате, да? То есть у них вот максимум, как единица на x квадрате будет убывать. То есть это все уходит вниз, все сплющивается, все сплющивается, это все сужается. А это вот сюда, да? Ну, то есть какая-то дельта функция, да? Если мы, ну, дельта функция, когда вы будете смотреть отношения, вот, так называемые переходы в единицу времени. Потому что здесь, конечно, видите, немножко не так. Так, ширина сужается, как единица на t, а эта штука растет, высота как единица, как t в квадрате. То есть площадь, как бы, очевидно, что здесь в такой конструкции не сохраняется, да? А вот для дельта функции, там, площадь должна быть фиксирована, ну, единичка. Поэтому тут говорят не про полную вероятность перехода, а про вероятность перехода в единицу времени. То есть дели это то, что выражение делит на t большое. И тогда вот уже, ну, просто если вы поделите это выражение на t большое, да, у вас получится как раз вот то, что нужно, да? Тогда вот здесь будет уже t без квадрата, и все будет хорошо. То есть мы будем рассматривать вероятность перехода в единицу времени. Так, я опять плохо пишу, да? Давайте вот такой w будем обозначать, не путать с омегой. Ну, давайте даже перепишу, наверное, не поленюсь один раз это выражение. Яка т, яка т минус ент на 2х. Здесь тоже, да, не написано. Вот так вот. То есть мы... Что мы теперь хотим сделать? Мы хотим... Ну, то есть понятно, что в пределе переходы будут только в те состояния, у которых энергия та же самая. То есть если возмущение совсем повстоянное, нет у него вот этих вот фронтов включился-выключился, да, то понятно, что вот не может энергия поменяться, опять же, в соответствии с этим выражением. Вот, поэтому останется только вот единственная точка, где будет вероятность отличная от нуля, там, где екатэ равно ентэ. Вот, но чтобы посчитать полную вероятность перехода, мы должны эту вещь проинтегрировать по энергии. То есть мы сначала давайте возьмем интеграл, а потом сделаем предельный переход. Вот, то есть сначала мы проинтегрируем по энергии, а потом мы стремим тэк бесконечности. Вот такой подход давайте использовать. Да, принимаются предложения. Здесь нормально? Потому что мне тоже, когда далеко, приходится разглядывать, что-то на доске было написано у соседей. Неудобно. Итак, то есть мы хотим взять интеграл. Какой интеграл? Смотрите, то есть у нас, ну реально мы должны что сделать? Мы должны по катым состояниям сумму здесь взять, да? То есть здесь пока это такая дискретная штука. Мы должны брать сумму пока. Мы хотим получить полную вероятность перехода. При этом мы хотим сначала вычтить интеграл по всем состояниям взять вот этот вот, проинтегрировать по всем энергиям, да? А потом сделать предельный переход, стремить бесконечности. И с учетом того, что тогда у вас, вы понимаете, что переходы будут только в состоянии с энергией вот этой вот е-энты происходить. Ну вы получите, в общем, поменять порядок предельный переход интегрирования. Ну да, мы получим ответ. Значит, параллельно, то есть мы что хотим сделать? Ну вот, да, то есть пока что это должна правильно было говорить, хотим просуммировать. Если уровни дискретные, мы должны сумму брать. Если они дискретные, но их очень много, они очень плотные идут, мы можем перейти к интегрированию. Такие квази-непрерывные спектры, то есть будет такая плотность состояния, так называемая. И дальше, если мы скажем, что можно ввести плотность состояния. Плотность состояния. То есть я скажу, что есть такая ро от е. Ну можно это как n было писать, на самом деле, наверное, так было бы понятнее. Давайте я буду n. Таким образом, то есть если мы знаем, что на какой-то, по шкале энергии, на какой-то диапазон, да, приходится там 5 состояний, условно говоря, то мы можем перейти вот к, вместо того, чтобы pn, да, интегрировать, можем pp энергия. И тогда получается вот такое вот выражение. Понятно, что плотность состояния – это какая-то штука, которую надо в конкретной системе смотреть. У нас пока что мы общие формулы пишем, поэтому мы ничего про нее сказать не можем. Просто это будет ρ от е. Будет энергетическая плотность состояния, она будет в нашей формуле фигурировать. Давайте тогда вот такую вещь и записывать дальше. Мы по всем энергиям, от минуса при бесконечности считаем интеграл. И потом переходим к пределу, где стремится к бесконечности. Значит, что тогда я пишу? Интеграл. Матричный элемент, он от энергии, конечно же, может зависеть, поэтому я тут, хотя у него, ну, в явном виде нет этого аргумента, я его пустил. Тем не менее, написать стоит. Дальше, давайте мы тогда будем под e интегрировать. Ну, хорошо, сейчас я пока напишу. Без таких вот изменений. Синус квадрат. Екатэ минус ентэ на т 2х. Знаменатели. Екатэ минус ентэ 2х. Все в квадрате. Здесь остается еще что? Ро от е до е. Что мы должны сделать дальше? Ну, давайте вот замену переменных тогда, да? Вот здесь вот екатэ минус ентэ на 2х. Я хочу под дифференциалом получить такую же, такую же комбинацию. То есть ек минус ен я легко могу написать здесь. Еще мне нужно, т потерял. Еще получается, я должен здесь до множественных разделить на 2, на т делить на 2х. Тогда получается вот так вот. Видел? Так, бесконечности. 2пи-х. В ката-энтэ. Дальше вот синус квадрат кси на кси квадрат. Ро от е давайте я вот так оставлю пока. Хотя тоже кси, конечно, связано, да? Где за кси мы взяли. Сейчас давайте я тогда, сейчас посмотрим. То есть я хочу под кси сделать интеграл, да? То есть я вот здесь должен в дифференциале написать екатэ минус ентэ на 2х на т. Вот такой у меня дифференциал должен быть. Значит, тогда я вот, собственно, этот т забираю сюда под дифференциал, поэтому его здесь уже не остается, да? Забираю еще одно h из этого, из h квадрата туда. И умножаю, делю на двойку. Что? 2пи делит на h, да? Пи. Пи это потому что я хочу ответ раньше времени получить, да? Правильно. Так, хорошо. В общем, вот такой вот интеграл. Дальше немножко шаманства. Размахивание руками. То есть мы о чем говорим? Что давайте как бы считать уже, что достаточно т у нас достаточно большое, то есть уже вот достаточно узкий такой здесь получается вот это вот. Достаточно узкий пик. И считать будем, что... На самом деле, конечно, и ро и матричный элемент это функция энергии, от екатэ. Они от екатэ зависят. Но будем считать, что это медленно меняющиеся функции от ек, то есть когда мы взяли t достаточно большим уже, да, все реально получается, вы интегруете в достаточно узкой такой вот области по энергии, остальных уже практически ноль получаются у вас, да. То есть уже можно заменить на константу фактически вот эти две вещи. То есть взять просто и матричный элемент, и ρ точки, где у вас ек равна ен просто. Да, и это все к чему? К тому, что вот мне вот получается хочется ну рассмотреть вот этот вот уже предел. Синус квадрат, кси на кси. Да. Я планирую, да, планирую сейчас закончить. Да, нам последний шаг здесь нужно сделать. Вроде бы так. То есть что мы должны сделать? вот у нас есть в общем, ну, синус квадрат кси на кси квадрат. Давайте напишем тогда просто, какой функции эта величина стремится. так. Так, ну здесь действительно, на самом деле, так будет не очень, мне кажется, не очень наглядно, если мы сейчас это проскочим, да, поэтому я предлагаю все-таки, наверное, этот момент надо действительно оставить. Закончим в следующий раз. То есть, мы должны получить выражение следующего вида. Где тут наше выражение? То есть мы должны будем... Получается, должно получаться у нас вот такое вот выражение. Я просто сейчас напишу, мы в следующий раз тогда его довыведем, потому что вы меня торопить начинаете. Я уже понимаю, что сейчас мы все равно это хорошо не обсудим тогда. То есть, вот эта штука, она действительно превращается в дельта-функцию, там, с коэффициентом π. И то, что от интеграла остается, остается вот такое вот выражение. Вот это дельта-функция. Я не думаю, что это все сильно очевидно, да, совсем вот как это получается, поэтому давайте мы тогда вот здесь пока точку поставим. То есть, если у вас уже задание, задачка будет, то вы, в принципе, можете этой формулой пользоваться. Если вы опять это отыграло, пока что отойдете. Ну тут, точнее как, интеграл вот здесь, он вычисляется, да, потому что у вас дельта-функция стоит. И просто ваш ответ будет вот тогда вот такой. Все, давайте вот на этом мы закончим. Это то, что здесь должно получаться для вероятности перехода в единицу времени. Вот, ну вот этот переход немножко надо еще тут, как-то будет несколько слов сказать, поэтому пока что давайте оставим. И дальше нам надо будет еще рассмотреть случай, когда возмещение периодическое. Оно на самом деле получается абсолютно аналогично, но здесь кроме еката и минус ента еще там омега возникает. То есть, эти две вещи мы должны будем доделать, поэтому сейчас пока оставим. Зафиксируем этот результат и давайте тогда попробуем тест провести.